МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем круг. Скажем привет. С Ярославом будешь здороваться? Привет. Влад, привет, акцентр. Отлично. Меня зовут Юлия Давыдова. Я работаю в Центре пространства общения психологом и специалистом по альтернативной дополнительной коммуникации. Я начала работать с Владом в 2015 году. Он пришел еще раньше до этого. То есть, когда я пришла работать на эту группу, он уже занимался. И они захотели еще играть в прятки. Теперь шип хочет искать. Шип хочет искать. Когда Влад только пришел в наш центр, у него не было никакой альтернативной дополнительной коммуникации. Когда я начала работать с Владом, у него на тот момент было несколько символов коммуникативной книги. Это были символы для выбора игр его любимых. И несколько символов для того, чтобы можно было попросить поесть, попить или выйти в туалет. Коммуникативная книга – это личное коммуникативное средство ребенка, которое содержит символы его словаря. Для того, чтобы процесс вот этого введения символа оставался для ребенка приятным и не превращался в какой-то урок, где мы ему показываем, что вот эта часть тела, вот эта карточка, вот эта часть тела, вот эта карточка. Мы начинаем вводить символы в самой игре через такой эксперимент и, может быть, даже в начале комментирования. То есть вот, например, Влад, он мог показать, где его щекотать на себе. И мы в этот момент не заставляли его показывать на карточку этой части тела. Мы комментировали. То есть он, например, показывает «щекоти здесь», а мы говорим «ага, щекотать тебя по руке». То есть мы комментируем в этот момент. Мы не ждем, что он прям вот сразу выучит этот символ и покажет. Любому ребенку нужно время на изучение символа. И потом, когда он уже связал название части тела с тем, что происходит, с самой частью тела именно в игре, в мотивационной такой для него деятельности, он просто сам начал показывать на эти символы и сам начал выбирать, просить, где его пощекотать. Когда Влад радуется, обычно это очень ярко и понятно всем людям. Он улыбается, он может даже начать прыгать и пританцовывать, вокализирует. Вот, как правило, это очень понятно. Но оттенки как бы других эмоций бывает сложно и у Влада, и у многих других детей понять нам, да, и дифференцировать. И это такая отдельная задача – научить ребенка распознавать свое эмоциональное состояние. И АДК в этом случае тоже может быть полезным. О, нет! Ой, ура! Например, Влад часто волнуется, и другим людям, может быть, это непонятно. Но мы знаем, да, потому что мы хорошо знаем Влада, что когда он прикрывает рот рукой, то он волнуется. И мы стали показывать ему символ, комментировать, когда он волнуется. И он постепенно связал название вот этого чувства с тем, что с ним происходит, и научился в разных ситуациях сообщать о том, что он волнуется. АДК полезно так же, как и нам полезна речь. Это просто другой способ, доступный ребенку, которым он может сообщать все, что он хотел бы нам сообщить. Помнишь, мы договаривались, кто будет искать, а кто прятаться? Да, ты хочешь искать? Влад, что будет делать? Влад будет искать! Один, два, три, четыре. Нету, пойдем дальше искать. Давай посмотрим здесь. Меня нашли! Ура! Здорово! Для меня это какое-то волшебство. Ну, не знаю, есть ли у других специалистов такое чувство, когда вот ты ребенку показываешь, как можно общаться, какие есть варианты, да, что здесь можно использовать символ. И он начинает это делать осмысленно, да, он понимает, что он сообщает. И ты его понимаешь. И для меня вот это какая-то магия, вот когда ребенок может научиться сказать вот то, что он хочет сказать. Хамелеоны! Раз. 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 Субтитры создавал DimaTorzok